Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой жилье Outfit. Первое, что я вам покажу, это вот такой парфюм One The Edge от Refine Новый. Сегодня использую его. И Outfit. Так, вот, бросим сумку. Макияж вы хорошо рассмотрите в том кусочке видео, где я его делаю. Серьги вот такие вот. от Арифлейм. Браслеты вот эти вот бирюзовые от Арифлейм. И я вот в таком вот легком сарафане. Тут такой аксессуар небольшой, бантик у сарафана и вот такой вот сарафан сзади завязывается на бантик. Вот так смотрится недалеко. И сумка все так же, все по-прежнему. Вот это вот светлое, белое от Арифлейм. В общем-то особо ничего нового. Все то же самое, все то же самое. Вот. Так что вот так я буду выглядеть. Всем доброе утро. И мы с вами в моей ванной. И сегодня я хочу с вами поделиться после использования нового продукта от Арифлейм своим мнением. Вот вышло в линейке Love Nature вот такое вот масло для тела с авокадо. И я его вчера протестировала. Первый-первый раз. Вот. Хочу обратить ваше внимание. Вот столько у меня всего лишь потратилось на все тело. Я его наносила, ну понятно, после душа. Я хорошо вытерлась. И после этого, я даже маленько просохла, можно так сказать. Я пока наносила все-все-все там для лица уход. Я прошлась вот такой вот щеткой. Деревянная щетка Арифлеймовская. Вы мне писали, спрашивали, чем она отличается от той щетки, которая была ранее. Которая есть у многих. Такая с прозрачной ручкой. В общем, она отличается не то, что прозрачная ручка, а тут деревянная. Она отличается очень сильно щетиной. Там щетина такая, как бы нейлоновая. И та щетка, она, знаете, для мытья. Для меня она почему-то для мытья никак я ее не восприняла. И я даже ее... Она у меня в той квартире. Ну, кто смотрит мой канал, знает, что... Я ее, в общем, оставила там, в той квартире, у мамы. Там есть шкаф в туалете большой очень такой для хранения. В общем, она хранится там. Не знаю, может быть, ей как-то вторую жизнь той щетки дать. Не знаю пока. Но вот эту щетку я оценила. Она отличается щетиной. Здесь вот такой вот ворс. И я этой щеткой проработала все участки тела. И это начинаю я делать с ног. С ног и поднимаясь вверх-вверх-вверх по телу. И потом уже все, и, так скажем, вот эти вот все проблемные участки зоны, живот. Вот здесь вот у меня, конечно, сейчас загорело. Я сильно здесь не трогала. Но руки вот здесь вот так вот круговыми движениями, конечно же, прошлась дополнительно. Вот так вот все это. Здесь не трогала. Но вообще можно и здесь очень хорошо. Просто сейчас у меня, видите, такая ситуация как бы после загара. И вот это масло, оно после загара очень хорошо. Ну, в общем-то, все вот так вот прошлась эта щетка. Щетка периодически, девчонки, бывает в каталоге где-то 549 рублей. Но для зарегистрированных она дешевле получается. В общем, напомню вам снова, если вы еще не зарегистрированы, то, в общем, ссылку под видео я оставлю для регистрации, чтобы вы могли дешевле и выгоднее приобретать для себя продукцию. Это ни для кого не секрет, что консультанты покупают по более выгодной цене. Ну и, в общем-то, после этой щетки я использовала вот это масло, наносила. Очень хорошо разносится. Я не скажу, что оно быстро впиталось, у меня нет. Или потому что у меня она как бы напитанная кожа, я периодически, ну, периодически, очень часто, получается, все равно пользуюсь какими-либо лосьонами. Вот рядом стоит какой-то такой или другой, да. Может быть, по какой-либо другой причине. Может быть, оно само вот по себе такое, тестируйте, попробую еще как бы как это будет. В общем-то, оно хорошо разносится. Я по всему телу нанесла, то есть, вот так наносила его до сюда. Вот как все это, спину, руки, ноги, бедра, все-все-все. И вот у меня расход минимальный получается. То есть, его все равно очень надолго хватит. Ну, конечно, если этим лосьоном пользоваться каждый день, то, может быть, такого пузырькает только на месяц. А если, ну, с периодичностью, ну, в общем, сами понимаете, у всех расход разный, в зависимости от количества применений. Получилось, что у меня на теле появился такой блеск. Ну, как бы я поувидела его. Я смотрю, что он у меня сильно быстро не впитывается. То есть, сразу пойти после душа, нанести его, лечь спать в постель, ну, получается, что это будет бесполезно, потому что это все останется у вас на постельном белье. То есть, я все-таки еще где-то порядка минут 30-40 по квартире, по делам, в общем-то, что-то там поделала. И после этого я смотрю, у меня все впиталось, а кожа, вот знаете, как-то блестела и сияла изнутри. Вот не знаю как. Я думаю, неужто не впиталась? Смотрю, блеск на, прям на теле такой блеск. Думаю, наверное, не впиталась. Трогаю, не впиталась. У нас липкости нет, аромат слегка уловимый, нейтральный, то есть, он не раздражает, он абсолютно, абсолютно вообще как-то негативно, абсолютно никак вообще не действует. Аромат прям, ну, благородный, еле уловимый и легкий. Поэтому можно и на ночь запросто наносить, и будет очень он как, ну, незаметен, и вы его не заметите. Потому что иногда бывает спать ложишься, вот какие-то лишние ароматы не дают возможность там заснуть там или еще что-то, бывает и такое. Нет, нет, все прекрасно. Так что, в принципе, штучка-то очень интересная. Я ее оценила, думаю, посмотрим, как дальше. Но мне понравилось. Потому что мне всегда хочется пользоваться какими-то кремами, там, лосьонами или еще чем-то. Хочется разнообразия. Вот как раз-таки масла, это та интересная тема разнообразия. Для волос пока я еще не успела протестировать, потому что это нужно максимально больше времени. Нанести на волосы, чем-нибудь замотать каким-нибудь полотенцем или специальным каком-нибудь одеть шапочку. Походить минут там 30-40, а потом уже смыть это масло шампунем. Да, и все как обычно. Там шампунь, кондиционер, все, что хотите. Так что, вот вам небольшой мой отзыв. У меня уже, в принципе, видите, подсохли патчи. Я сейчас буду уже их снимать, наносить уходовые средства дневные. И потом дальше уже буду делать макияж. Так что, вот такой вам небольшой отзыв оставила. Ответ про щетку, потому что спрашивали. Ой, все так неожиданно бывает. И, в общем-то, вот такие вот небольшие отзывы. Сегодня вместе с вами протестирую нанесение тональной основы с помощью вот такого стиликонового спонжа от Reflame. Но изначально я нанесу праймер. Нужно совсем чуть-чуть. Он, знаете, хорошо как-то растягивается. И после этого буду наносить уже тональную основу. Сейчас я использую тональную основу Giordani. Но, в принципе, я думаю, что это не важно, какая тональная основа. Такая или нет. Так, ну, в общем, давайте вместе с вами. Вот видите, он какой. Он такое ощущение, что вот этот вот силикон заключен, я не знаю, во что-то такое. Не знаю, в какую-то пленку. В общем-то, вот такой он немножко разный. Выдавлю на руку. Вы меня спрашивали, какой я цвет использую. Обычно я использую цвет фарфоровый. Но сейчас все-таки у меня, как никакой, есть какой-то загар на лице. Хотя я использую солнцезащитные крема для лица, там, на Вэш-СПФ, еще там другие. Сейчас у меня Light Rose цвет 3183. А обычно я покупаю фарфоровый. Здесь SPF 15. Ну, вот так вот выдавила я на руку. Изначально я думаю, что это, конечно, лучше, чем всякий спонж, потому что он, все-таки, видите, впитывает в себя тональную основу. Здесь, конечно, ничего не будет впитывать. Ну, не знаю. В общем-то, им, конечно, нужно для лица, по ощущениям, он, конечно, приятный. Неплохо разносит, смотрите, как. Потому что он скользит. Он скользит в себя, ничего не впитывает, конечно. Так, давайте посмотрим, что дальше будет. Конечно, как всегда, любым новым приспособлением, кистью, спонжем, гаджетом каким-либо, нужно как-то время и приспособиться. Ну, ничего он не впитывает, конечно. Конечно, продукта тратиться будет меньше, я бы вам сказала. Даже я много выдавила тональные основы. Распределяет, видите, как хорошо. Конечно, это самое экономичное нанесение, потому что это вообще штука силикон. Ничего в себя не впитывает, и поэтому получается, что все только распределяется нанесение. И минимально остается на спонже. Думаю, что можно еще раз пройтись, где нужно. Растянуть немножечко на подбородок, сравнять шеи. Можно его, конечно, крутить. Но самое главное, он плотный, но для меня самое главное, это его не повредить ногтями. Потому что все равно, когда вот такие вот движения всякие делаю, у меня ногти, конечно, упираются в этот спонж. И самое главное, в общем-то, не переусердствовать. Надо посмотреть, оценить. Знаете, мне нравится эта тональная основа, потому что она постепенно становится такой, адаптируется. И становится прям очень хорошо подходящей к цвету лица. И очень хорошая, получается, укрывистость. Вот за что я люблю тональную основу Giordani Gold. Хотя я использую любые, другие, The One, всякие. Но, ну-ну, это, конечно, тональная основа является моим фаворитом. Ну вот, что хочу сказать. Понравился мне спонж вот этот вот силиконовый. Клевый. Хорошо скользит, разносится. И самое главное, минимальное вообще. В себя ничего не впитывает. Видите, что есть снаружи, то и остается. Так что будет меньше использоваться тональная основа. Вот я по привычке сколько выдавила. Потому что спонж все-таки любая. Все равно эта губка впитывает в себя. А это, конечно, в общем, мне понравился. Мне понравился девчонке, классный. У меня еще заказывала подруга. Вот как попробует, очень интересно. Мне самой другое, постороннее, даже очень мне неинтересно. Так что я ставлю вообще 10 баллов из 10. Мне понравился. Только не повредите, не проколите. Я там не знаю, потому что он, наверное, развалится, если его как-то он будет поврежден. То что он как-то вот в этой вот какой-то как в пленочке находится. В общем, мне нравится. Здесь подошла Настюха ко мне и говорит, мам, что это за гаджет? Вот дочка у меня тоже использует тонально основы, пользуется уже. Хочется ей. И она говорит, что это за гаджет? Ну-ка покажи мне. Я ей говорю, вот такой спонжик. Она говорит, мам, у тебя что-то тут полосит. Но вот такими впечатывающими, знаете, движениями любая полосистость убирается. Так что нам разносим движениями вот такими и впечатываем. Ну, в общем, я же вам говорю, что все в процессе практики. Вот мои первые впечатления и тут же уже новое исполнение, применение этого спонжа очень хорошо впечатывает, будет заполнять поры. И можно вот таким способом у нас слоить. А вот в этих вот местах, знаете, тоже очень хорошо прорабатывает. Никаких проплешин, ничего вот здесь вот нет. Потому что он изгибается и очень хорошо все как бы наносит. на верхнее веко я не наношу тональную основу. Ну, нет, мне нравится, девчонки, нравится. Хоть мне дочка говорит, полосит. Все, ничего, больше никаких полосок нету. Ничего. Вот так вот поделали. Слегка похлопывающие движения. И все. Не забываем всегда около роста волос. Вот здесь вот ухо, потому что очень часто вот здесь вот, и вот так грань видим. Поэтому протягиваем немножко на мочку. Вот сюда. Ну, такие уже, да, способы. Вроде как мы все это знаем. Самое главное не забываем. Напоминаю вам еще раз, чтобы, знаете, как не попасть в просад. Потому что бывает люди из-за своего воспитания вам не скажут об этом, что у вас вот тут такая вот полоса. Ну, будут так интересно на вас смотреть. Потому что очень часто замечала такой эффект у девушек. И, ну, в общем-то, просто сравниваем очень вниз-вниз-вниз все. Не, ну, классная штука. Мне нравится. Никакой полосистости больше я не вижу. То, что я делала в камеру, а когда уже так увидела полосы. Но вот этими припечатывающими уже такими вот движениями, полосистости уже прошли. Заказали кофе и маклурия с разными вкусами. С карамелью, с клубникой. В общем, зашли тут одно дело обмыть. Про которое я вам пока не расскажу. Пусть это будет небольшим секретом. Вот, ну, конечно же, антибактериальный для рук от Reflame Cup без него. Незаменимая вещь вообще. Что, маникюр вообще отрос очень уже. Видите, как сильно надо, в общем, идти на коррекцию уже. Но близко все, видите, как сохранился до сих пор. Уже, наверное, недели три хожу. В общем, надо идти уже. Сейчас ручки обработаем и будем уже есть вкусняшки и обмывать кое-какое дело. Всем приятного аппетита. Это самое вкусное мороженое, которое есть в Макдональдсе. У тебя как? Да, и Макдональдс. На ручке тоже. И у меня нормально. Чтобы вы этот день провели вместе со мною, я вас обнимаю очень крепко, целую. И любите себя обязательно. И мы с вами увидимся завтра на моем канале. Поэтому всем пока-пока.